Понимание. Это какая-то неумолимость последующих событий. Бывает человек бессилен перед этими событиями и не может им противостоять. Мне эта картина навевает на мысли о том, что нужно давать людям второй шанс и не всегда предательство по предательству. Следующий сюжет, две этих картины, это Петр и Петух. Вот расположена автора. Они отсылают нас к теме Тайной вечери. По-другому еще этот сюжет называют предательство Петра. И вот, кстати, сразу, если говорить уже о этих событиях, был тоже маленький, действительно, по-другому, поцелуи Муды. Есть один интересный такой момент, что в Иерусалиме запрещалось держать курь Петухов. Ну, я не знаю, я попыталась найти все-таки в Талмуде вот это вот место. Я не нашла это объяснение, откуда взялся Петух в Библии. Факт, в принципе, известный, что куры Петухов не держали. Но он не знает, что связано. И суть этого сюжета в том, что апостол Петр, который клялся в любви, да, и Иисус сказал ему Петр, не пропоет Петух, как трижды предашний. И, собственно, так и произошло. Эти уже события вы все знаете, что, когда арестовали Иисуса, кто-то, по-моему, служанка показала на Петра и сказала, «Ты же был». И что Петр неожиданно в себе сказал «Нет, это не я». И снова там где-то он все время был рядом, еще какой-то человек показал на него и сказал «Ты был с этим человеком, ты ходил вместе с ним». И он сказал «Нет, это не я». И третий раз он это же самое произнес и в это время запел Петух. И в тот момент, когда Петух запел, Петр понял, что произошло, вспомнил слова Иисуса, якобы в этот момент там раскаялся и так далее. Но, тем не менее, дело было сделано. Вообще, вот если посмотреть, что на эту картину, что на ту, такой абсолютно апокалиптический Петух, который даже не Петух, а какое-то чудовище. Ну вот, в моем понимании, это какая-то неумолимость происходящих событий. И совершенно растерянный Петр, и суганный Петр, не понимающий, как могло произойти то, что произошло. На той картине у него даже сжаты руки, он как бы в мольбе куда-то обращает. Я бы размышляла над этой картиной. Смотрите, по сути, он совершил предательство, он отрекся от Христа, но он остался апостолом. То есть, неправильно, он не был изгнан, он не был обвинен в предательстве. Потому что, на самом деле, это, конечно, было не предательство, а человеческая слабость. И вот, мне кажется, вот эта картина, вот именно об этом, что есть неумолимость событий, есть неумолимость логики. И бывает, человек бессилен перед этими событиями и не может им противостоять. Тем не менее, стоит выбрасывать его из жизни, и можно дать ему возможности. В общем-то, это апостол Петр, о котором мы тоже знаем, который проявлял достаточно мужества в своих. Их, в общем-то, все апостолы плохо кончили. Есть даже такая жуткая совершенно икона, где изображены, значит, кто у кого как убили, кого учит вверх ногами, Петр же вверх ногами, думаю, что приколотили. То есть, фильм был, настроение играл. Очень такой серьезный фильм, настроение уже возрастное такое играет. Фильм очень интересный. То есть, несмотря на эту слабость и бессилие перед этими событиями, тем не менее, человек прожил достойную жизнь и остался в нашей памяти совсем другим. Меня эта картина навевает на мысли о том, что нужно давать людям второй шанс. И не всегда предательство – это предательство, а чаще всего это просто обычная человеческая слава. Опять же, повторюсь, это лишь мои любители. Субтитры создавал DimaTorzok Юлия, мне знаешь, что понравилось? Мне очень понравилась твоя интерпретация этой картины Петр Петух. Никогда бы я вот такую мысль не вынесла. Я скажу, откуда эта мысль. Я в глубокой молодости, мне было лет 19, я ехала в поезде в экспедицию на Белое море с подводниками, а с собой у меня была книга Леонида Андреева «Иуда Искариот». И вот там меня тогда совсем вот такой вот еще молодой, меня вот это потрясло, вот это неизбежно. Андреев, кто-то читал, кто-то не читал, Андреев изображает, что Иуда, он также любил Христа, но он знал, что он должен его предать, чтобы исполнить вот этот сценарий. На него была возложена эта роль, тяжелая роль, плохая роль. И когда я не помню, кто из апостолов, ему говорят, ты предатель, он говорит, а ты-то, почему вы не защитили своего Христа, ведь мы все тут были, ведь вы не защитили. Я считаю, что этот сюжет, это из той же оперы, это такое же бессилие перед тем, что должно свершиться, понимание, что должно свершиться, невозможность противостоять и человеческая слабость. Мы не всегда можем противостоять. Мы часто видим несправедливость, но у нас нет внутренних сил противостоять этой несправедливости. Мне кажется, это знакомо каждому. И вот в чем я вижу, опять же говорю, оптимизм на этой картине Петр, остался не предателем, он остался апостолом. Значит, у каждого, неважно, что сегодня я не могу противостоять, я могу завтра найти в себе силы и что-то сделать. И поэтому, мне кажется, это очень важная вещь. Я очень долго думала, почему Словский написал такого страшного пепуха. Сначала я об этом думала просто так, по-обывательски. Он, одну из этих картин, я работала в Вознесенском тогда, и он пришел с этой картиной и говорит, а пусть она у тебя тут висит, и повесил в нее на стену. Я так смотрю, ну, господи, ну, как мне шишарично рисовало такого страшного пепуха с дубами даже. Просто вот ужасно. У меня почему-то этот образ все время так в голове крутился, потому что пепух, птица позитивная, она разгоняет мрак, она размещает бозонбинка. Мне очень нравится, в хорватии петух называется певец. Певец? Да, певец. Ну, петух, это же ужасно певец. Певец. Певец.